итак что мы видим рупес машинка на ней шкурка по 120 3 2 сверлышко 6 2 сверлышко обыкновенный мечик 8 шаг 125 и куча отходов хлама у меня товарищ занимается деревообработкой такая твердая порода дерева что поехали будем превращать отходы доходы что мы видим три деревяшки обрезанные на пилораме разных размеров ну естественно как вы уже догадались вот это все отрезано надо подаккуратить чуть скруглить края под зашкурить чтоб их приятно в руках было держать поехали заготовочки уже более-менее подакувателись и приятно в руки брать заготовки карандашик приблизительно здесь у нас центр побыстрее все и заготовки всё нарезаем резко Пробуем. 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 Делаем его плотно. Выключаем все это назад. Выключился контур. Видно или нет, но резьба прекрасно нарезана. Отлично, берем вторую. Пробуем. 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 на Это если никто не знает, то это мой токарный станок. Конечно же надо использовать очки, сейчас мы немножко будем точить. Вот это у нас универсальный инструмент, что-то не то. О, отлично. Как мы видим, здесь пришлось сделать выборку маленькую. И так он заходит и там, как мы видим, не особо сильно проворачивается жестко. Такой люфт и есть. Отлично. Такарному станку спасибо. Опа, хорошо, что не упало. Итак, резьба, как мы видим, у нас нарезана. Это хорошо. Следующий момент. Сделал такую выборку, дабы под вот такой инструмент у нас был заход. Он заходит, а внутри он не проворачивается. Если обычный стандартный болтик засовываешь, он не проходит ни вот в эти губки, ни сюда не заходит. А таким образом при небольшой доработке все это прекрасно работает. Опа, надо подключить. Не проходит здесь. Ладно, дура. Ну, как вы уже поняли, это будут краевые грибки. Тут нужно пациенту еще один болтышок завернуть. Ладно, продолжаем. Не надо пистолет включать. Это у меня в режиме, о чем-нибудь входить сейчас. Температуру выставлено, все. Пусть греется, думает. Вот она у нас новая дверь. Ну, в смысле не новая, а она только что с помойки. Ее выкинули. Будем на ней тренироваться. Это, так сказать, будет у нас испытательный полигон. Надо что-нибудь такое замягчили. Не так-то просто. О, залом уже есть. Ура, получилось. Вот такой у нас заломчик. Вот она, рука помещается внутри. Отлично. Прекрасно. Я не знаю, где она там валялась. Будем скрутить. И с утра все это замываем. Потому что клей любит на гаде только у кого-то сажится. Вот. Еще нам понадобится фен, дабы прогреть, поскольку у нас на улице или в помещении довольно прохладно. Какие-то разводы жирные надо еще внутрь. Дабы прогреть. честное. Готовим, наносим твейт. Опа. Так, это нато. И запустил. Веним еще. Продолжаем. Продолжение следует. Увидимся, как говорится, на финише, когда я клей навожу, таким слоем, каким посчитал нужным. Тут ситуация какая. Клей не обязательно должен быть хорошим. Клей может быть любой. Я не веду тот, который, допустим, у всех есть, который не особо нравится, как работает. В данном случае это не важно. Почему? Потому что я потом расскажу, как это все происходит. Имеется ввиду, что иногда клей плохо отклеивается, плохо приклеивается. Тут есть небольшой, маленький нюансик. Я на нем скажу немножечко похуже. А пока что сказал на паузу. Ну вот, что получилось. Примерно такие бутерброды получились. Клей можно в принципе любой, тут даже самый ненужный. Теперь можно приступить к непосредственно самому тесту. Ну что, поехали. Какая-то блестела. Все. Все. Какая-то блестела. Стираем все. Стираем все. Как раз таки, после этого. Полирование. Есть всякие политуры, дабы, могут быть силиконы. Сейчас все протон. Я решу. Теперь, повторюсь, это у нас обычно стиль. Ну, потом, что ножи мы поверхностей на трубке. Такой стильчик, где не покрасился. Ну, ничего. Но главное, вот. Сладной тут залом. Будет он тянуть или нет. Берем наш клеевой грибочек. Не знаю, там видно, не видно. Вот оно. Гренем не только. Гренем этот грибок. Почему? Потому что, а там гораздо холодно, повыководный. Все, как нужно. Разбиваем. Берем второй грибок. Тоже самое. И ставим на эту часть залома. Все, пусть замерзает. И ждем, ну, две-три минуты, пока это все остынет. Я взял еще потяжелее грудик. Ну, и смотрим. Делаем не только просто. Молодно, ты и дус. Делаем вот так. Ну, как мы видим, держатся они хорошо. Это отлично. Момент второй. Чтобы их отклеить, при таком слое, немножко они вот так шевелятся. Это хорошо. Потому что, чтобы отклеить, когда-нибудь бывает такое, приклеивается очень сильно. Приходится пользоваться вот такими вот вещами. Капать спирт, подливать, нянчить. В данном случае, мы просто проливаем спирт, а мы начинаем шевелить потихоньку. Кислотизмом. Спирт является поверхностно активным веществом. Он попадает между лаком или краской, у кого как. И плавно, потихоньку, с небольшим усилием, все это отходит. То же самое. Берем вот этот грибок. Вот. Все. Выдернули. Очень даже хорошо. Берем еще раз. То же самое делаем. Вот они какие заломы. Сейчас я пройду еще раз. Эта поверхность станет холодной. У меня такой случай уже был. Получилось, что довольно далеко оторвалось. Сейчас посмотрим, как это будет на самом деле. Сборчивается. Плицеливаемся примерно. Сборчивается. И дадим осциль. Как-то gradulet. И дадим осциль. значит первое вот эти грибы можно сделать на коленке инструменты простейшие раз второй момент можно еще доработать чтобы допустим привинтить несколько за что дергать и сделать гриб больше но это кому как надо почему чтобы он тянул как бы через такие адаптеры деревяшек тем более вот таких отходов навалом везде цена вопроса просто ваше время и желание обработать желательно конечно брать деревяшку еще раз повторюсь это ясень вот а там формы эллипсы квадраты и прочее прочее и еще один момент немаловажной грим не только клей но и поверхность на которую мы это все клеем иначе как я уже показал вот чтобы не было этих вопросов что ты видео выложила она отрывается надо греть обе поверхности дать немножко остыть ну это как говорится подобрать можно самому вот такая вот ерунда так что это идея интересная хорошая и опять же вот мне в свое время понадарили вот таких вот изделий вот я решил немножко другой формы их сделать сегодняшним потребностям привести я не знаю это капролон капролоктан или еще что-то в общем материал довольно твердый все я попытался его обрабатывать там поточить попилить он греется вязнет плавится но обрабатывать его надо где-то на станках вот и что-то что-то подумал подумал а не попробовать ли мне взять вот такой вот вариант сделать я сделал уже попробовал я скажу я даже заломчик такой хороший выдернул ну и потом решил уже снять видео сейчас покажу все началось с чего все началось началось вот чего я нарастил вот такую хрень решил ее тут подточить обточить но это у меня клей ненужный валялся я поэкспериментировал столько 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 ну как бы и потом чё-то чё-то валялся у меня кусочек я взял нарезал резьбу вкрутил и прекрасно все сработало так что ребята дерзайте опять же цена вопросов смехотворная сделать можно любую форму любой размер в отличие от этого у меня нечем обрабатывать такие материалы а вот это можно в любом гараже где кто-то чем-то хотя бы занимается вот такие грибов наделать любых каких вы только захотите на этом все ну и вывод отходы в доходы всем привет